Журналистка в огонь. На неделе наша Арина Мелешкина победила коллег в соревновании по пожарно-прикладному спорту, которое устроило региональное управление МЧС. Эти кадры стоят того, чтобы их посмотреть. Работа пожарного изнутри и как со всем этим справляется хрупкая девушка. Арина Мелешкина, какую вы еще никогда не видели в эфире прямо сейчас. Обычно пожарно-спасательные соревнования в Мордовии проходят на базе футбольно-легкоатлетического манежа. Сейчас мы находимся возле пожарно-спасательной части номер 5. В этот раз представители СМИ будут не зрителями, а участниками соревнований. Но для начала небольшая экскурсия. Среди пожарных машин чаще всего на дороге встречаются автоцистерны. В одну такую вмещаются 3 тонны и 200 литров воды, 200 литров пенообразователя, 6 пожарных и необходимое оборудование. А именно бензорез, бензопила, запас пожарных рукавов, пожарные стволы. И это далеко не весь перечень. Здесь непосредственно находится пожарный насос, который и обеспечивает подачу огнетушающих веществ. В данном случае это пожарный насос иностранного производства «Руберг». Производительность его 40 литров в секунду. Все манипуляции и управление насосом осуществляется с этого пульта. В борьбе с пожаром могут помочь и даже самые простые, на первый взгляд, вещи. Этот предмет среди своих прозвали мухобойкой, но назначение у него другое – помогать в борьбе с палом травы. Изобретено самими пожарными. Первый норматив, который предстояло сдать журналистам – надеть защитный пожарный костюм. В том числе от этого зависит, как быстро пожарная бригада доберется до места возгорания. На диване дается меньше половины минуты. 21 секунда – отлично, 24 – хорошо, 27 – удовлетворительно. По ощущениям, этот костюм прибавил мне килограмм 15, мне кажется. Сапоги, если честно, вообще неприподъемные. Но, как сказали, это для того, чтобы ноги не навредить, когда что-то падает. Я с этим этапом соревнований справилась за 28 с небольшим секунд. Для новичка это очень неплохо. В одном защитном костюме, который уже ощутимо прибавляет вес, с огнем не справится. Помимо него у пожарного должно быть необходимое оборудование. В руках – бензорез у рукав, а на лице – дыхательный аппарат. В итоге плюс еще около 60 килограммов к массе тела. Примерили на себя дыхательный аппарат. Он один весит около 30 килограммов. Хорошо, что его просто показали. Бегать с ним было бы куда сложнее. Следующий этап – бег с препятствиями. Конечно, для журналистов вариант упрощенный. К пожарным костюмам удалось приноровиться. Бежали прямо в них. Конец маршрута у девочек и мальчиков разделился по инициативе мужской половины. Наш коллега отважно тащил на себе 70-килограммовый деревянный манекен до финиша. А вот девочки вместо этого соединяли рукав и бежали с ним. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Под! Под! От винта! Под! Под! Хотелось бы сказать, конечно, что я сейчас бодрая, энергичная. Но, как вы видите, это не так. Немножко подустала. Хочу передать большой привет своим коллегам, которые меня сюда отправили. Самая зрелищная часть осталась напоследок. Во время реальных пожарно-спасательных соревнований спортсмены пробегают 30 метров до учебной башни. Затем сами закрепляют штурмовую лестницу и так добираются до верхнего этажа. Задачу журналистам для безопасности опять упростили. Устала. Все, все, спасибо. Главная цель этого соревнования – не похвастаться журналистам их физической подготовкой. Но я похвастаюсь. Первое место в женском зачете с результатом минута 24. Теперь мы знаем лично, что профессия пожарного очень трудна. Хотя это было понятно и без практики. С 14 по 16 апреля в Саранске впервые пройдут международные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Участие примут спортсмены из России, Беларуси и Ирана. Надеемся, что представителей прессы пригласят уже в качестве зрителей. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин. Программа в центре внимания. В следующем репортаже Арина Мелешкина будет останавливать коня на скаку. Ну а самые интересные истории из Мордовии и со всей страны всегда в эфире 10 канала и Мордовии 24. Увидимся здесь же через неделю. Не переключайтесь.